Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Горячая пора. Для ликвидации пожара на Лысой горе в Анапе была задействована авиация. Дайте нам заявки, сколько кому нужно щепь. Газ, дороги и спортивные объекты. С какими просьбами обращаются главе города сельские жители? Я всегда буду помнить каждый год проученные в школе. Я буду вспоминать одноклассников. Когда ушли со школьного двора. Более 700 анапских выпускников под звуки вальса и салюта навсегда попрощались со школой. Вчера огнеборцы ликвидировали природный пожар на Лысой горе в районе Варваровской щели. Там во второй половине дня произошло возгорание лесной подстилки. Глава города Юрий Поляков поручил направить все силы на ликвидацию огня. На место выехали несколько пожарно-спасательных расчетов и оперативная группа анапского гарнизона. Но из-за сложного ландшафта подобраться к очагу возгорания было невозможно. Поэтому в тушении пожара задействовали авиацию. С воздуха огонь тушили вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200 из Геленджика. Воду они набирали здесь же, в акватории моря, и сбрасывали на очаг. Ситуацию осложнял ветер. Он раздувал огонь. Пламя успело распространиться на несколько гектаров. Однако уже к 19 часам огнеборцам удалось справиться со стихией. Пожар был ликвидирован. Причина еще не установлена. Но чаще всего это происходит по вине человека. Поэтому спасатели напоминают, что сейчас на территории лесов и парков огонь разводить категорически запрещено. В засушливую погоду к большому пожару может привести даже самая маленькая искра или непотушенная спичка. И к другим темам. Глава Анапа объехал территорию Первомайского сельского округа и заехал в Большой Разнакул по обращению одной из местных жительниц. Юрий Поляков встретился с хуторянами, выслушал волнующие людей вопросы и по каждому дал поручение. Это и отсыпка дорог, и помощь в организации спортивной площадки, вопросы медицинского обслуживания и другое. Подробнее в нашем материале. Я хозяйка Козлова Ирина Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Полякова встречают жители улицы Набережная в хуторе Большой Разнакул. Не скрывают, ждали с нетерпением, чтобы из первых рук получить ответы на свои вопросы. Давайте я вам объясню про газ. Давай за газ расскажи. Значит, за газ. По Большому и Малому Разнакулу в этом году мы строим газ высокого давления. Значит, первый аукцион мы уже отыграли, сейчас мы выходим на второй этап, размещаем аукционную документацию. Это софинансирование с краем. То есть газ высокое давление сюда в этом году придет. Дальше мы уже сможем строить низкое давление. Низкое давление строится за счет жителей, в том числе разводится низкое давление уже по дворам. Значит, для того, чтобы это жителям было посильно, есть программы у нас краевые, Министерство сельского хозяйства. И там софинансирование краевое и муниципальное, и в том числе софинансирование жителей. Законодательство таково, что для строительства разводящих сетей людям надо объединиться в кооператив. Государство заплатит 80%, оставшиеся 20% должны собрать жители. Еще одна наболевшая проблема, особенно для небольших населенных пунктов – дороги. Люди говорят, в отсыпке нуждается улица Набережная, Южная и Мира. Почему сельский глава не собрал эти заявки, для Юрия Полякова непонятно. Щебень вокруга муниципалитет выделяет бесплатно. Надо больше – добавят. Главное – грамотно распорядиться им. Мы же собирали заявки, ты понимаешь, мы говорили, дайте нам заявки, сколько кому нужно щепить. Я не побеспокоился, кто это может. У меня скорая. Коль, ну если нужно будем давать, а сколько ты взял? Взял я в отбору отказались. Взял я в машину, вывез я где-то 1200 кубов. Для тебя это мало, то есть еще надо, да? Другой вопрос. То есть вот ты заявки собери везде, не просто что где ты захотел. Сельские жители – люди простые. О своих житейских проблемах и обидах говорят прямо. Вот, например, жалуются на невнимание к единственному старожилу хутора – Надежде Тимофеевне. Ей в этом году 94. Юрий Поляков с бабушкой познакомился, пожелал здоровья, а на прозвучавшие просьбы дал поручение оказать всестороннюю помощь. Боровское поручение прислать сюда врачей у бабушки на месте, взять здесь анализ крови, все анализы, куда ж, ешь, не повезешь никуда. Молодежь тоже дождалась и взяла слово. Давно здесь ждут спортивную площадку. Говорят, в Юровке построили, а когда в Разноколе. У нас депутаты давали деньги, там есть у нас спортивная площадка? Да. Значит, в этом году мы сделали уже проект, прошли государственную экспертизу и входим, сдали документы в край на следующий год на финансирование. Это спорткомплекс, большая спортивная площадка. Это будет современная многофункциональная площадка. А пока временно депутат Нечаев пообещал завести песок на самодельное футбольное поле. В Юровке началось уцепление фасада детского сада номер 35. Заведующая называет это не иначе, как долгожданным событием. До этого приходилось нагружать котельную. Также в городе идет строительство двух детских садов. Ход работы ценила исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская. Уже готов специальный сейсмостойкий фундамент. Это одно из основных требований. Здесь будет новое здание детского сада «Орленок» на улице Крымской. Старое пришло в негодность и его было решено снести. Старый садик был на 60, мест новый уже на 80. Исполняющая обязанности заместителя главы курорта Екатерина Боровская осматривает стройку. Интересуется условиями труда строителей, а также тем, как охраняется объект. По плану работы планируется завершить к концу текущего года. Медленные работы, фундамент, цепленные, это самое большое, это половина. Это то, что пока не видно, но это самое основное, это главное. Да, это половина, это половина. Там останутся колонны, как раз эти пищпадка. Это медицинский блок, который состоит из необходимого набора помещений, процедурный, кабинет, врача или медсестры и санк-пин. Плюс, в соответствии с новыми последними требованиями, санк-пинами, это кабинет вакцинации, это возможность посмотреть ребенка, сделать профилактический какой-то осмотр. Экскурсию проводит Светлана Сулейменко, заведующая уже не будущим, а фактически новым детским садом на 160 мест. Он находится в микрорайоне Алексеевский. Холлы просторные и светлые. А так выглядит зал для занятий физкультурой. Внутренние работы практически завершены. Установлены двери, сделана разводка отопления и воды, завершается установка сантехники. Здесь у нас уже установлена сантехника в полном объеме. В полном объеме, да? И раковины, и манистация, да. Да, да, хорошо. Как раз на высоте, такой, которая нам необходима для наших деток. А это уже Юровка, детский сад номер 35. Работы по утеплению фасада начались буквально на днях. Заведующая Лидия Махенько признается, что это была ее настоящая мечта. Здание панельное, достаточно прохладное. Зимой часто приходилось буквально биться за каждый градус. После того, как работы завершаться, такой необходимости уже не будет. Более того, меньше средств будет уходить на отопление, а значит, больше денег пойдет на учебный процесс и игры. Необходимое средство выделил депутат Госдумы Иван Демченко. Мы написали с главой письмо, но думаем, получится, получится. И вот, вы знаете, я сильно как бы и не верила, потому что денег много сюда надо, на этот детский сад. Но случилось чудо, честно. Вот просто мне даже самой сейчас еще не верится, что вот это совершается. Важно, потому что это важно. Тепло, красота, какой-то уют. Потому что мне всегда мечталось, чтобы я подошла до детского сада, и он играл какими-то красками. Это, как вы знаете, симулирует и детское сознание, и как-то настроение. По словам Екатерины Боровской, строительство и ремонт в детских садах идут по намеченному графику. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Билеты во взрослую жизнь получили 762 выпускника. В Анапе прошло трогательное и торжественное мероприятие «Алые паруса». Выпускников школы и гимназии поздравил глава города Юрий Поляков. Позади 11 лет школьной жизни. Впереди тысяча открытых дорог и сложный выбор, по какой именно идти во взрослую жизнь. Выпускной бал «Алые паруса» по традиции стартовал на площади у городской администрации. Цветы, воздушные шары и фотозоны. Девушки в вечерних платьях и юноши в строгих костюмах. В этот вечер в центре города царила особенная торжественная атмосфера. Выпускники щедро делятся эмоциями. Сегодня они смешанные, одновременно и радостно, и грустно. Я всегда буду помнить каждый год проученные в школе. Я буду вспоминать одноклассников, я буду вспоминать все моменты, потому что это лучшие моменты. Смех, списывание контрольных, боязнь учителей. И все же любовь и уважение к ним. Школа – это лучший этап в жизни каждого человека. На самом деле грустно и весело. Весело, потому что это все-таки праздник, мы будем проводить время вместе в последний раз. А грустно, потому что я больше не увижу тех людей, с которыми я провела 11 лет жизни. Будущее многообещающее. Надеюсь поступить в Кубанский политехнический университет. Надеемся, что все будет хорошо. В этом году в путевку в жизнь получили 762 ученика 11 классов. Последний этап – единый государственный экзамен – был преодолен на одном дыхании. В целом ребята показали высокий уровень знаний, и все с первого раза сдали ЕГЭ. Как отмечают в управлении образования, современная молодежь стала более ответственна относиться к жизни. Большинство выпускников уже определились с выбором профессий. Ребята выбирают все-таки в этом году больше технического направления. Много инженеров, строителей. Среди них также есть врачи, архитекторы, художники. И, конечно, у них большие планы, я думаю, на будущее. И мы все желаем им хорошего и доброго пути. Организованные колонны вчерашние школьники прошествовали к главной сцене курорта. На театральной площади их встречают представители городской администрации и совет депутатов. Сегодня вы маленькие звездочки на небе нашей Анапы, а уже завтра вы звезды нашей России. Пусть алые паруса принесут вам счастье, удачу, здоровье. Все то, что вы сами себе желаете. Я хочу поблагодарить родителей, учителей, всех, кто с вами был все эти годы. Всем удачи, счастья, здоровья. С праздником вас! Вы сегодня молоды и сильны. Вы красивы и умны. Не бойтесь. Идите в эту жизнь спокойно и с высоко поднятой головой. Удачи вам! В добрый путь! Среди анапских выпускников победители Олимпиад и различных конкурсов. Спортсмены, волонтеры, активисты школьного самоуправления. Больше ста человек окончили школу с отличием. Медали и ценные подарки им вручили Юрий Поляков и Александр Смирнов. Союз архитекторов России. Я работаю в регионах, потому что стало лучше. Говоря от салатийского конкурса «Природа, кто благословит и я». Весь вечер со сцены в адрес выпускников звучали поздравления и напутственные слова. Выступали творческие коллективы. Яркой точкой выпускного бала стал красочный фейерверк. Он раскрасил небо над Анапой и ознаменовал начало новой взрослой жизни, которая для этих ребят начнется уже завтра. Руслан Душевский, Анапа-регион. С успешным окончанием школы золотых медалистов города-курорта поздравила Государственная Дума. Более ста выпускников получили не только красные аттестаты, но и сертификаты на покупку бытовой и электронной техники. Подарки и благодарственные письма подготовили депутат Государственной Думы Иван Демченко и Национально-культурная общественная организация греков Горгипия. В этом году школа номер 3 села Витязева выпустила два класса. Более 50 человек переступили черту зрелости, сдав все экзамены и подготовившись к вступлению в ВУЗы. Дарина – золотая медалистка. Свою жизнь выпускница собирается связать с педагогикой и вернуться в родную школу учителем начальных классов. Достаточно большую роль в моей жизни сыграла школа, потому что я с первого класса отличница, и мне действительно дается учеба, мне интересно. Я люблю ходить в школу, я люблю учителей, я люблю получать новые знания, я люблю развиваться. И благодаря этому, наверное, я добилась всего, что у меня сейчас есть. Девять золотых медалистов получили не только аттестаты, но и ценные подарки – сертификаты на 10 тысяч рублей в магазин электронной техники. Отметили и родители. Им вручили благодарственные письма за отличное воспитание детей. По словам педагогов, именно благодаря поддержке семьи и достигаются высокие результаты. Как приятно видеть лица учителей, которые с гордостью сегодня вели в обеспечении. Вчаровательные учителя, вам низкий поклон за то, что ваша школа в этом году имеет 9 медалей. И это заслуга не только ваших, конечно же, учеников, но в первую очередь это заслуга родителей. Это мотивация и со стороны, высокая, достаточно высокая мотивация со стороны учащихся, ну и безусловно родителей, потому что родители всегда, они как участники образовательного процесса, нам здорово помогают, всегда принимают участие и в образовательном процессе в том числе. Поэтому, в общем-то, наверное, достигли таких результатов. В этом году количество отличников в селе Витязево возросло. Здесь считают, что это стало возможным в том числе и благодаря активной внеурочной деятельности, приобретению высококлассного оборудования для занятий, а также привлечению молодых кадров. В следующем году в планах третьей школы создать собственный театр и обучать молодые дарования актерскому мастерству. Болельщики и гости Чемпионата мира по футболу могут отдохнуть в Анапе со скидкой. Акционные карты «Южное гостеприимство» предоставляются бесплатно всем жителям и туристам города-курорта. Получить скидку на отдых можно в период Чемпионата мира по футболу. Скидочные карты поступили на стойки гостиниц и предприятий туристической отрасли более 80 компаний со всего Краснодарского края. Воспользоваться скидкой можно в культурных центрах, этнопарках, экскурсионных организациях и даже во время морских прогулок. Для участия в программе необходимо скачать мобильное приложение «Южное гостеприимство» и пройти регистрацию. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ АБОНЕМЕНТ НА МЕСЯЦ ЗАНЯТИИ ВСЕГО ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙ ВИТИСЬ Анапа, Самбурово, 254 Мы делаем спорт доступным. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ